Прямо из Сирии понаехали. Все хотят ухватить. Пришлось взять в руки метелку. Ну что, все каприсы? Можем пустим. Это дамский, а не мужской. Вы только посмотрите на это. Это пляж Варны в конце июня. И даже не центральный городской пляж. А пляж одного из спальных кварталов. Прямо из Сирии понаехали. Все хотят ухватить свой кусочек пляжа и моря. Болгарский язык, русский язык. И не поймешь, какого тут больше. Кстати, я вот тут специально для вас посмотрела. Место под стационарным зонтиком стоит 5 лево. И лежак 5 лево. То есть, каждый получается примерно по 2,5 евро. Российские СМИ нам рассказывают, что с каждым годом все меньше россиян ездят отдыхать в Болгарию. А я их тут с каждым годом все больше встречаю. Странное какое-то несовпадение. Вон там, сзади меня, целая компания наших детишек во главе с неким Мишей. Уже почти месяц здесь в море плещутся. Вон блины наши русские поминают. Вам, наверное, шум моря не дал расслышать. Эти молодые родители тоже на русском со своим синишкой общаются. Все больше людей обходят туроператоров. Приезжают своим ходом, снимают тут апартаменты. И отдыхают в свое удовольствие. Вон там, на гнезде сидит. Видите, хвост торчит. Это они у меня на балконе. Прямо вот, видите, на фонаре. Сделали себе гнездо. И второй год у меня там семейство живет. А в этом году они мне вообще такое устроили. Я был верь. Сижу я как-то в конце мая, после обеда, у себя в гостиной. Вдруг через балконную дверь с громким щебетанием влетают две ласточки. Я был верь. Сделали несколько кругов. Им здесь, видимо, что-то не понравилось. И поскольку дверь в спальню была открыта, они напрямую туда. И вот там им, видимо, понравилось сразу. Сначала они сели на карниз, посидели, огляделись, перелетели на кондиционер. С таким видом, как будто вот ровно там и решили вить гнездо. Я пыталась объяснить этим птичкам, что на балконе их ждет уже готовое гнездо. Но почему-то этот вариант их не устраивал. Пришлось взять в руки метелку. Птички улетели, а следы оставили. Вы посмотрите. Это на кровати, прямо возле подушки. О, на занавеске. Ну вот, теперь ласточки в своем гнезде живут. Ждем, когда птенцы появятся. Это мы на рынок пришли. И сейчас мы вам покажем такое, чего вы точно никогда не видели. Мы хотели попробовать дамский каприз. О, ну что еще каприз? Може вкусно. Это дамский. А не мужской. Ну дамский, не дамский, все вкусно. Домашин бобек. Я такой первый раз вижу. А домашин бобек это что такое? Калцину мисо. Мисо какое? Кауцину. Кауцину это... Поэтру. Вареная? Нет. Кауцину поэтру. Сотрезанная. Что-то я не понимаю. Можно? Кауцину на поэтру порчет. А, резаная. Резаная на поэтру. Не поняла. То есть не перемелено, а резаная на мелкие кусочки. И потом что это, вялят? А после сухни? Сухни. Ну вот вялят это подвески. Интересно. Ну что, давай купим. Садим лево. Класс. Садим лево. Ну и как обойтись без вина? Сейчас попробуем, рассмотрим сначала. Так, что здесь черешевое? Черешневое вино есть. Малиновое. Смотрите, прям красивые такие. Так. Пробуем. Череш. Ну как? Вкусно? Извини. Все. Я, да, попробую сейчас. Так какое черешевое? Я про вас рассказывать буду. Всем, так значит и что. Мне нравится, очень вкусно. Да? Ну мне тоже черешевое, дайте попробовать. Еще черешневое вроде бы не пили. Пить? Благодарю. Пробой-то же не спорю. Пробой-то? Благодарю. Пробой-то, что надо. Вкус есть черешневое. Субтитры сделал DimaTorzok